привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить the walking dead 3 эпизод то есть нас ждет долгая дорога и дорога уже идет предыдущей серии потому что наш отель разбомбили бандиты а потом туда на общий такой праздник жизни присоединились еще и зомби в результате вы помните что там произошло это кошмар какой-то карли погибла лили мы оставили потому что она сошла с ума и привык то есть представляла опасность для всех окружающих гусь укушен нам дорогу перегородил вот этот локомотив нам нужно найти как его сдвинуть или какой-то обход нужно эти воды гусю потому что он вроде как у него жажда давайте осматривать что это такое ботинки кто-то здесь жил думаешь они ушли надеюсь но вроде как недавно использовали так что будь к наготове логичка поднесу катя для гуся так больше тут ничего нет давайте дальше сходим головной вагон еще скажешь что все работает ничего если топлива нет то это все край потому что топлива там живет офигеть сколько если там какие-то такие небольшие неисправности то это все решаемо понятно тут тоже ничего продолжаем осмотр вот там кровищу вижу черт один тут у нас сидит на кресле ты правда хочешь выстрелить сквозь стекло на ты хочешь зайти туда можно осмотреть да не думаешь что этот парень обратится господи лампочка нажми нажать а чё нет то ты чё серьёзно ну смотри это тормоза ладно молодец это работает похоже на то черт побери а как его заставить двигаться не знаю спроси его вон никакой догадки давай осмотримся может там еще что найдем если бы ты присмотрелся за детьми и за катей я пока разберусь с управлением может это то что нам нужно карта штата джорджи про поезд ничего нужно разобраться с управлением семья машиниста вот она инструкции страниц нет могу видеть вмятины а вы помните да что клементин у нас увлекается тем что как это называется ну то есть листочком прорисовываешь и там силуэт остается можно этим заняться но сейчас нам по-любому туда нужно идти чтобы гусю воды дать а кнопки просто так пожалуй нажимать не будем верно что пугаете меня что у тебя там есть слишком громко у тебя там что детям могло бы пригодиться печеньки я думал эти штуки чтобы спасать жизнь да ни за что успеется в хорошем состоянии все офигеть здоровенный поезд так во-первых держи спасибо как будто какая-то разница есть у него есть аллергия на пчел как будто есть какая-то разница но только об этом могу думать не волнуйся ладно не буду хотя конечно волнуются нашли инструкцию но страница исчезла но я думаю вы справитесь но мы-то справимся есть абы карандаши может в грузовичке зачем тебе что-то там написано я хочу знать что если не будешь использовать мне отдай у меня бумага кончилась а на листочках неинтересно вернее тут много листочков я бы хотел их зарисовать ученый говорит ну пойдемте посмотрим это не оно ах блин зачем я вышел обратное хорошо теперь-то у нас все получится в ту сторону мы не ходили но там особо ничего вроде как и нет сейчас узнаем как завести нам эту махину там задние вагоны все обрушены но я думаю их нужно будет отсоединить просто разворочен состав что за звуки а это внизу пристегнуты отлично можешь прочитать хорошо так 6 давайте разбираться так на шестерке у нас что там было как и как мне сейчас этот посмотреть это все ну да а вот все понятно два вниз два вверх один вверх один вниз один вверх два вниз два вверх два вверх один вниз ой нет вот так вот да нет наоборот петер вставший вот так вот отлично что бы ты ни сделал продолжай пока все нормально так с этим хорошо пятый первая горизонтальная вторая вертикальная хорошо так две девятки остались по-моему да это тут ух ты что тут есть отлично это бы я тоже взял а только одно можно взять ну ладно пусть это будет это круче так и мозг прошибить точно в легкую вернее череп так и все что ли я думал это тут остальные две девятки мы пойдемте обратно к приборной панели что на рвет потому что до восьмерки вроде нет так с этим хорошо да блин девятка девятка обе нужно одну налево другую направо да не тут они где они все-таки наверное снаружи нет я не вижу девяток просто на этой приборной панели а там были какие-то еще так вот вот тут мы взяли эти нет вот первая девятка это первая или вторая интересно так но если это левая то ее нужно повернуть вот так по-моему подожди-ка первая налево вторая направо это первая или вторая ну-ка давайте увидим не совсем понятно это вроде как левая ну да вот это правая она может с той стороны я не знаю блин как все сложно почему я никогда в жизни не пробовал быть машинистом остальные не открываются давайте с этим как-то поэкспериментирую хорошо отлично ну да как хорошо давайте наслаждаться подвинем ее и на дорогу а почему бы на ней не поехать так ну раз все равно громко сейчас мы пойдем туда пристрелим этого надоедливого зомби все в твоем распоряжении извини но пока что ну ну ладно черт найди где мы застряли сделай чтобы мы не были застрявшими хорошо только сначала мне нужно интересно мой инструмент подойдет туда или нужно что-то другое взять я небольшой специалист в этих всяких втулках заглушках ну что-то полезно замаха не хватает окей ты не будешь любить это ой надо побыстрому ой че тормалишься ох жесть ох офигеть маниичина ты ли маниичина ну ладно офигеть так все пойдем найдем причину всех наших проблем мне кажется надо будет другой взять вагон соединять наверное или где-нибудь там да крушение было давайте поднимемся отсюда попробуем как-то осмотреться так че тут такое карта куда ехал поезд к берегу вели нарук 27 саванна туда кенни направлялся там родители клеем кстати говоря кенни все в порядке то есть нам прям сам бог велел на этой штуке ехать да что нибудь что нибудь мое трогал я взял карту я взял карту это нормально можешь ее взять правда ага у меня все тут в голове Зовут Чак. Чарльз, если будешь очень любезен. Ли, это твоя команда там? Да. А тот в кабине. Он тоже. Я смотрел, как ты тут ходишь. И думал, что вас напугают. Но не мог ничего с собой поделать. Ты меня до сих пор пугаешь. Я уже говорю, ты так. Всех там напугал снаружи. Или нет? Ну, короче, они уже познакомились с ним. Ты встретил Чака? Ну да. Так хорошо кого-то нормального встретить. Он дал нам конфетки. И Бену тоже. Так жует. Нормальный мужик вроде, да? Спасибо. Встретил Кенни. Конечно. Он разделяет мою любовь с путешествием. Это да. Мне жаль, что твой сын себя плохо чувствует. Спасибо. Да. Уж не вовремя, говорит, он заболел. Все, что у меня есть, могу предложить. Не так уж и много у меня есть, конечно. Спасибо. Мы бы тоже хотели бы ответить любезностью. Оставайся с нами. Мы любим компанию. У нас все меньше и меньше. А тут нового человека вроде неплохой, да? Не истеричный, по крайней мере, как Лили. Так, мне нужно с Кенни поговорить по поводу дороги. Все, говорит, нормально. Вроде да. Смотри, Кенни. Ух ты. Он бы нас прям к Саванне привел. Да хоть сотни тонн, говорит, этих ходунов, помести между нами этим куском металла, да нам насрать. Собирайтесь. Поехали. Хочешь проехаться? Похоже, ты мой дом увыдешь с собой. Ну, значит, да. Ну, ладно, Гусь болеет. Гусь болеет. Лезь в поезд, Клементин. Ему хуже. Дай я посмотрю на него. Мы не можем это игнорировать вечно. Посмотри на ребенка, Кенни. Это происходит уже. Ничего не происходит. И что мы тут можем сделать? Найдем что-нибудь там. Лезь в поезд. Мне просто хочется поговорить. Мы и так разговариваем. Я буду спереди. Не хочу глупости никаких слышать, когда поедем. Мы с Гусем, похоже, пришла пора попрощаться. Тоже ничего не поделать. Олэборд. Поехали. Кенни же хотел сначала поехать на своем Орви. Хоть вещи бы забрали оттуда. Или там ничего не было? Серьезно. Поехали. Что там по топливу никто не посмотрел. Ну, густо, да. Как бы Катя не пострадала. Уха! Ух, Поехали! Толю. Тяжеловат тебе, да? Три взрослых, три ребенка Не подумай ничего, сынок Нас было больше Мертвых взяли Еда и нет Живые их Ли Ли, ты мне нужен Прямо сейчас Приведи Кена Можешь это из своего лица стереть У меня руки все Просто убери ты своего лица У него время кончается Нужно остановить поезд Хорошо Пожалуйста Ты бы хоть за ручку придерживался Сейчас у Кенни точно истерика будет А зачем поезды останавливают? Поставлю пока старика Тут много ума не надо вести Нужно остановить поезд Нужно остановить поезд Руки убери Нет Тебе пора начать слушать Твоя жена и ребенок нуждаются в тебе И я должен убедиться Что ты остановишь этот поезд Да хрен тебе Мы доберемся до берега И пусть выживет Заставь меня Остановить поезд Успокойся Как это успокойся После такого денька Поговори с другом Да что ж такое Он немного болен Не можем мы просто сдаться Этот царапина Он не как остальные Господи вы только хуже делаете Это не только насчет гуся Не насчет того что мой сын умирает А что ты знаешь Ты не мой друг Я ненавижу тебя Ты для меня точно ничего хорошего ты не сделал Как много Ох блин Что я ему сказал Сколько детям ты позволишь умереть Оставь меня просто в покое Ты мне не нужен И гусь тебе не нужен Договориться не получилось Я сказал Кате Что я тебя заставлю Это остановить И я заставлю Да успокойся ты уже Ну Не сдавайся Я не позволю тебе это сделать С Кэт И гусем У тебя ребенка даже нет Ты не знаешь что это такое Ты гандом Ты не помогаешь моей семье Ты не помогаешь Клементин Ты никому не помог... Ненавижу тебя Слышишь меня? Я... Я не знаю Что делать Останови поезд Хорошо Надо просто было дать ему избить тебя Как-то сложно В этой игре То есть в этой части На другой стик перевесили все Мне одним пальцем нужно исти кверть И эти кнопки нажимать успевать Странно это все Как-то сделали Не понимаю Кен Думаю Время пришло Мальчик укушен Если ты еще не выяснил Тебе что-то нужно? Катя Время Это невозможно Что нам делать? Мы не позволим ему стать одной из этих штур Но что если он не станет? Кенни я очень тебя люблю Больше чем в жизни люблю нашего сына Я хочу, чтобы ты меня выслушал То, что ты говоришь Что он может не превратиться Это глупо Но нет Давай, Кэт Давай, Кэт Должна же быть какая-то таблетка Какое-то лекарство Он просто уснет Это же наш сын Я знаю Это я сделаю Должен быть родитель Родители не должны этим заниматься Ли прав Можем попрощаться Если так должно быть Я не знаю Ли Ты делаешь этой семье большую услугу Оказываешь Почему тебя в лесу не отвезти? Чтоб Клементина не видела Да Это момент Попрощаться Конечно Блин, гусь уже как родной стал Сейчас точно доиграетесь Что происходит? Гусь умирает Дурк умирает Я знаю Я знаю Что ты будешь делать? Я избавлю его от страданий Я избавлю его от страданий О Да Да Слушай, Клем Слушай, Клем Что за... Нет! Бен, забери Клем Все будет в порядке Что там произошло? Доигрались, похоже Офигеть Че произошло-то Ёлки-палки Отстрелила что-ли? Зачем, Кэт? Дорогая Господи Твою мать Ты сказал, что справишься, Кэт Ты сказал, что справишься Ты сказал, что справишься О, мой Бог Господи Я... 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 Что нам делать? Дай мне оружие Дай мне оружие Я это сделаю У меня точно крыша поедет Офигеть Все потерял, мужик Похоронили бы хоть Сейчас-то время есть Охренеть Тяжелая глава Хочешь поговорить? Нет Ты понимаешь, что произошло? Да Хорошо Что ты думаешь об этом? То, что Чак сказал? А что Чак сказал? Что то, что произошло с Чаком... Ой, с гусем Произойдет и с тобой Чак охренел, что ли? Как дела? Что ты сказал, Клементин? Нет, ни одной причины говорить Моей девочке, что она умрет Потому что она умрет Я насчет вас немного знаю Но я вам могу сказать Если будете так продолжать Эта девочка тоже не выживет А ты откуда знаешь? У вас плана никакого Доберемся до Саванны И что потом? Ну, выясним Ну, начинай уже Потому что потом уже времени будет Найдите карту Я вам одну дал Если что-нибудь произойдет Не произойдет Если произойдет Приготовь девочку Научи ее использовать оружие Постриги ее Я не парикмахер Здесь не простил, Дейл Схватит ее за волосы Если будет убегать Найди какие-нибудь ножницы У меня там И побеспокойся В волосах По какой-нибудь ходу Он не схватил Когда-нибудь это спасет ей жизнь Хорошо Объясни ей Какая работает оружие Чтобы она не боялась его Я не имею в виду Что я учу тебя чему-то Но и так уже много народа погибло Я не хочу видеть Как маленькая девочка умирает Я слышал тебя План, прическа И оружие Хороший совет Блин, наконец-то Кто-то здравомыслящий появился Я всю игру думал Что ж они так бездумно действуют У тебя семья есть? Где-то там 14 лет уже Живу один Жаль слышать Некого винить Я застрелил ребенка Знаешь Ну кто-то же должен был Куда-то направлялся В эту сторону Ну мы же когда попадем в Саванну Есть несколько идей Там поберемся и я об этом говорю Нужна вам компания будет или нет Посмотрим, говорит Так значит ты бездомный Наверное Дома были там и тут Просто не подошли мне Люблю выпить, знаешь Ну да Есть? Нет Черт Осторожно тут Хорошо Так, ну и что Давайте на этом завершим Наверное эту серию Это офигеть Какие дела творятся Это блин Какой-то кошмар просто Сколько мы людей уже потеряли За последние две серии Это просто пипец Игра по-настоящему трогает И вот эта серия Вернее эта глава Этот эпизод Он по-моему Намного тяжелее Всех остальных Вместе взятых Увидимся в следующей серии Так по подозрениям Она будет возможно Последней Потому что вроде как Все уже подходит В этом эпизоде К завершению К логическому Ну собственно Увидимся сегодня С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok